Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а значит, что это новый разбор на укулеле. Я знаю, что многим на Новый год подарили укулельки, и поэтому сегодня для вас подготовила три маленьких мелодии, но при этом они круто звучат, и они супер простые. Эти мелодии у нас Mr. Kitty After Dark, вторая мелодия у нас Nirvana, песня Came As You Are, и третья мелодия из фильма Назови Меня Своим Именем. Кто смотрел, ставьте крестик мне в комментарии. Это заглавленная в мелодии Mystery of Love. Также я оставила тайм-коды, если вас интересует какая-то конкретная мелодия, тыкайте туда и смотрите, и учитесь. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! Разбор на укулеле Перед началом разбора хочу сказать, что все мелодии у нас написаны по табам, если вы не знаете, что это такое, можете посмотреть вот этот вот ролик. Но не переживайте, я все равно продублирую голосом, что где зажимать, в общем, мы друг друга поймем. Вне зависимости, какую мелодию я буду показывать, обращайте внимание, какими пальцами в левой руке я зажимаю, это вам пригодится, это удобное расположение пальцев, не нужно все играть одним пальчиком. Также в правой руке мы все будем играть с вами большим пальчиком. Любую струну мы играем большим пальцем. Первая мелодия у нас будет After Dark. Давайте сначала вам сыграю, как она будет у вас выглядеть. Начало у нас следующее. Тут вообще, в принципе, очень много повторяющихся элементов. Мы зажимаем средним пальчиком третью струну на втором ладу, играем ее два раза подряд. Далее мизинчиком зажимаем первую струну на пятом ладу. И указательный пальчик ставим на первую струну на первый лад. То есть, получается, да, если кто-то плохо зажал, у вас будет немножко или приглушен, или что-то дребезжать. В общем, контролируйте, что у вас был хороший звук. Давайте еще раз. Этот кусочек мы с вами повторим два раза подряд. То есть... Да, лайфхак. Вы можете поставить этот указательный палец один раз и все дальше не убирайте. Тоже касаемо среднего пальца. Следующий третий такт мы играем открытую четвертую струну два раза. То есть, ничего при этом не зажимаем. Далее опять у нас с вами идет первая струна на пятом ладу мизинчиком. И опять первая струна на первом ладу указательном. Также это повторяем два раза. И в конце добавим третий лад на первой струне безымянным. То есть, смотрите. Давайте соберем полностью эти четыре такта, что у нас получается. Следующий вот во второй части, скажем так, да, во второй строчке. У нас опять повторяются вот эти первые два такта. Далее также повторяется так, где мы играем четвертую открытую. Далее в конце вот у нас будет концовочка немножко иначе. Мы играем четвертую струну тоже открытую два раза. Далее переходим на первую струну на восьмой лад мизинчиком. Играем его два раза. Затем играем шестой лад. Средним пальцем. И указательным пальцем играем пятый лад. То есть... Все очень удобно. Не нужно вам играть так. Что за вас садули в огороде? Еще раз. То есть хорошие нормальные пальчики. У вас как раз будет время убрать руку отсюда, поставить сюда, когда вы играете открытую четвертую струну вот эту. Все за вас комфортненько я сделала. Давайте соберем вторую строчку, что получается. То есть сначала такое же. Так. Теперь давайте соберем от начала до конца, что у нас получается. И вы можете это играть на количество раз по кругу, пока вам не надоест. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается? Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести, будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Дальше у нас с вами идет Грэндж, группа Нирвана. Песня у нас came as you are. Как она у нас будет звучать? Мы будем играть в это выступление, самое заглавное, вот этот риф, который все знают. Вот так вот она у нас будет звучать, а теперь погнали по подругому рассмотрим, как же это все играется. Итак, начинаем мы с вами с третьей струны. Два раза играем. Сначала ее тупо открытую. Далее зажимаем с вами ее на первом ладу. Далее на втором. То есть вот такой вот интересный арабский ход. Затем мы играем с вами вторую струну на первом ладу. И тут такая происходит некая перекличка. То есть сначала мы играем эту вторую струну, затем опять третью, затем опять вторую. И оставляемся опять на третьей струне, играем ее два раза на том же самом втором ладу. И возвращаемся на первый лад. Также на третьей струне. То есть смотрите, что получается. Давайте еще раз эти два такта. Далее мы отпускаем. Играем просто третью открытую струну. Далее играем вторую струну на третьем ладу. Тут опять такая перекличка. То есть 0-3, 0-3. Далее остаемся опять на третьей струне открытой. Играем ее два раза. И зажимаем первый лад. То есть этот такт еще раз. То есть вот эти три нотки последние, это как бы такое некое начало, которое мы только что играли до этого. Давайте соберем, что получается. И потом опять такой же ход. И в конце опять доиграем. То есть грубо говоря, мы вот эти три с половиной такта играем два раза подряд и все. То есть просто будьте внимательны, что тут написано. Давайте соберем от начала до конца, что у нас получается. Раз, два, три, Разбор на укулеле Давайте добавим в наш видосик немножечко и лирики и сыграем мелодию Mystery of Love. Сама по себе мелодия супер простецкая, буквально там 4 такта. Могу заранее сказать, можете для удобства поставить сразу аккорд G. Аккорд G это когда мы с вами зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а на второй струне зажимаем третий лад, то есть вот он. Просто мы сейчас его будем играть в разобранном состоянии, но чтобы вам постоянно пальцы куда-то не переставлять, можете сразу приготовить и уля-ля. Мелодия у нас начинает с первой струны со второго лада, далее переходим на вторую струну на третьем ладу, затем опять возвращаемся на первую струну на второй лад, затем эту же струну, но играем в открытом виде. То есть возвращаемся на вторую струну на третьем ладу, далее играем опять эту же струну, но опять открытая и переходим на третью струну на втором ладу. Давайте соберем, что получается. Далее обратите внимание, у меня написано в скобочках циферка 2. Вот что написано в скобках, никогда не играйте. Это такая мертвая нотка, это просто по правилам музыкальной теории, записи. Когда у вас написан такой вариант, какая-то циферка, мы ее игнорируем, мы ее не добавляем, не повторяем. Далее у нас с вами идет, это же третья струна на втором ладу. Затем переходим на вторую струну, играем ее открытую. Затем на втором ладу, на третьем. И дотягиваемся мизинчиком на первую струну, на пятый лад. Получается такое вот восходящее движение. И далее продолжаем играть на первой струне, второй лад. И два раза играем эту же струну, открытую. Давайте соберем, что получается. Теперь чуть быстрее. Я вас поздравляю, теперь вы можете играть эту мелодию и грустить о том, что вы никогда не будете есть персики в солнечной Италии. Если тебе понравился данный видосик, обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, что мне в следующий раз разобрать или что-то музыкальное рассказать. Ну а также, если вам понравился такой формат, то у меня на канале есть целый плейлист с экспресс-разборами. Обязательно вы тоже посмотрите, гляньте. Отдельно хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня на бусте. Вот они все. Они получают раздаточный материал, мое почтение и клевые музыкальные штики. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.